Этот вопрос окончательно будет решен в КАЗ. Юрист Патцев о вердикте АПЕЛЯЦИИ РОССИИ И ВЛИЯНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. 9 декабря 2019 года, 23-23. Роман Косарев. Российской стороне следует как можно скорее обратиться в спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение Всемирного антидопингового агентства. Об этом в интервью RT заявил известный спортивный юрист Артем Патцев. Он подчеркнул, что в Лозанне будет поставлена точка в этом споре. Эксперт также объяснил, могут ли международные федерации проводить соревнования в России вопреки санкциям. Как следует относиться к принятому решению, с юридической точки зрения. На мой взгляд, с одной стороны, оно основано на тех или иных нормах и стандартах по соответствию. С другой, с точки зрения соразмерности и справедливости, вердикт не соответствует сложившейся ситуации. Наша страна должна высказать несогласие с принятым решением. Следует запустить процедуру рассмотрения ВКС, которые и поставят точку в этой истории. Насколько нынешняя ситуация отличается от той, которая была два года назад, в преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане? Здесь есть принципиальные различия. В данном случае под санкции подпал уже весь российский спорт. К тому же тогда национальная антидопинговая организация, то есть РУСАДА, не признавалась несоответствующей статусу, и это не влекло последствий, предусмотренных международным стандартом по соответствию. Это было решение исключительно МОК, касающееся отдельно взятых Олимпийских игр в Пхенчхане и статуса ОКР. В данной ситуации мы имеем дело с совершенно иным масштабом санкций. Во-первых, они гораздо более длительные, четыре года. Во-вторых, касаются всех российских атлетов вне зависимости от видов спорта и огромного количества международных соревнований, в том числе двух Олимпийских игр, чемпионатов мира и этапов Кубка планеты. ВАДА запретило руководству ОКР и ПКР присутствовать на Олимпийских играх. Не является ли это вмешательством в дело МОК? Ведь к ним претензий со стороны. ВАДА не было. Дело в том, что в соответствии с международным стандартом по соответствию существует ряд последствий, которые предусмотрены на случай, когда статус национальной антидопинговой организации признается несоответствующим кодексу. Без флага, гимна и принадлежности к стране. ВАДА приняло санкции в отношении России Всемирное антидопинговое агентство. ВАДА вводит ряд санкций в отношении российского спорта в связи с нарушениями условий. Они действительно должны отказаться, но только в тех случаях, когда перенос соревнований фактически, юридически и логистически возможен. Если это уже нереально, ВАДА не будет препятствовать проведению таких мероприятий. Но с получением новых соревнований возникнет большая проблема. При этом международные федерации могут не согласиться с позицией Всемирного антидопингового комитета и все-таки назначить проведение некоторых соревнований в России. Но в таком случае они сами рискуют получить статус несоответствия от ВАДА. Весь мир сейчас приветствует решение ВАДА и топчется на России. Может ли этот факт принять во внимание КАЗ при вынесении вердикта? Не думаю, что КАЗ примет во внимание мнение общественности. Там работают достаточно профессиональные арбитры и юристы, которые будут сфокусированы на правовых обстоятельствах дела, касающихся правомерности тех или иных сторон. У Русада есть три недели на то, чтобы принять вердикт ВАДА или отклонить его. Как следует использовать это время. Нужно как можно быстрее принять какое-то решение. Надеюсь, оно будет направлено на передачу вопроса ВАДА. КАЗ терять время в данном случае преступно, поскольку до Олимпийских игр в Токии остается не так много времени. На что можно делать упор в апелляции и есть ли слабые стороны у решения исполкома ВАДА? Сложно сказать, поскольку это большая доказательная работа как со стороны Русада, так и со стороны ВАДА, а также других заинтересованных сторон, например ОКР, ПКР, МОК, который также может принять участие в разбирательстве. Я так понимаю, большая часть работы будет посвящена именно разбору доказательств. Но поскольку не обладаю детальной информацией о позициях сторон, не могу сказать ничего конкретного. Можно ли подавать апелляции на решение? КАЗ Или это истина в последней инстанции? Да, этот вопрос будет окончательно решен в Лозанне. Будут ли у России перспективы в гражданском суде, если КАЗ согласится с решением ВАДА? Сложно сказать. Пока говорить об этом преждевременно. Болельщики переживают, что будет введен запрет на российский флаг на трибунах. Правили спортивной федерации вводить такие ограничения на Олимпиадах и чемпионатах мира. Подобные запреты уже имели место, например, на чемпионате мира по легкой атлетике и Олимпийских играх в Пхенчхане. Чем-то новым это точно не станет. Такие опасения, безусловно, существуют. Вопрос флага и гимна тоже станет одним из ключевых при рассмотрении дела в КАЗ. Вы планируете защищать интересы российских спортсменов, если к вам обратятся? Спортсмены в этой истории пока участвовать не могут. Право на обращение в КАЗ имеют РУСАДА, ОКР и ПКР, а также МОК и МПК. Атлетов, к сожалению или к счастью, к разбирательству в Лозанне привлекать не будут.